Всех витаю, дорогие мои друзья! Сегодня у нас в Киеве прекрасная погода. Машин мало сегодня. Хотя нет, немало. Смотрите, он и дальше там. Машины ездят вот там, на проспекте. О, действительно, я так расхраблилась. Пойду-ка я домой. Ветер немножко всё-таки прохладный. Висит у меня курточка после вчерашнего гуляния. Олежка. Привет, Олежка. Привет. Шеф-повар у нас сегодня Олег. Олег, чем ты тут занимаешься? Не повар, рыбу чистишь просто. А, просто рыбу чистишь. Жарим или в духовке? Всего же повара обращайтесь. Понятно. Ты только по чистке сегодня, да? Да, чистить, приготовить. Подготовить рыбу в готовке. Так, а ну показывай. Одна? Одна. Вторая. Рыбу сказали, надо кушать обязательно. Поэтому Олежка рыбу купил сегодня, привёз. Ну не знаю, надо что-то кушать. Рыбу уже тоже надо кушать. Что-то надо сказать, только я не знаю, что сказать. Что-то говорит, надо сказать, я не знаю, что нужно говорить. Когда рыбу чистишь, не надо говорить. Надо рыбу чистить молча. А, вот так, да? Ну я так прохожу, что-то повторно больше. Это рыба зеркальная называется. Карп зеркальный. Ну, карп зеркальный, да. И чешуя у него мало. А что ты сегодня не взял почищенную, не попросил почистить? Или не чистят, да? Ну, дают только продают и не чистят. Рыбу чистить никто не любит. А папа у нас, папа, папа у нас любил рыбу чистить. Ну, не знаю, ну, а та любил рыбу чистить. Это, наверное, с воздушством приходит. А ты любишь чистить или нет? Нет, нет. Ну, у нас в основном, да, мужская это работа рыбу чистить. Обычно. А жарить или варить, это женская. Это у нас так распределим. Ну, папа наш, наверное, так приучил. Сказал, давайте я почищу, а вы уже приготовите. Папа всегда чистил рыбу. Валера, ловил. А ты с ним ходил, внукуси, на рыбалку? Да, есть он. Папка же заядлый рыбак. Так он и нас брал за компанию. Ну, тоже, я не скажу, что я сильный рыбак. Ну, любитель. То есть, профессионал. Ну, любитель. Иногда ходил. Ну, так рыбалка интересная, когда клюет. Когда приедешь на рыбалку, не клюет и рыбы нет. Это неинтересно. А папа любил, он постоянно клюет, не клюет. Ему главное выехать на речку, на озеро. И ты вместе с ним, да? Так, хоть и можно вас сделать. Ага, такая. Огромная такая. Огромные такие две рыбины. Ой, боже мой. Секрой, наверное. Такая есть. Ага. Жирная рыба. Ой, жива я? Мы вышли погулять. Тамара, Олег и я. Думали, возле озера не будет людей. А впереди много людей. Почему-то, посмотрите, на детских площадках. Все, вот видно здесь. Люди. Скопление людей называется. И вот идут пожилые люди. Мы идем в лес. Сейчас мимо пройдем. И пойдем в лес. Дружно верениться все идут. А здесь вот с коляской люди ходят. Смотрите, сколько народа. А мы мимо проходим. Обычно там, где мы не встречаем людей, сегодня везде люди. Даже здесь в лесу с детьми. Не стала снимать. Олечка ждет меня. Пень ты рухлявый. Что-то птички не поют. А? Жарко, наверное. Жарко? Который сейчас час? Сколько время? Пятый час. Пятый час? А вообще день недели какой. Я вообще даже не знаю, какой день недели. Выходной. Пятница, 27 марта. Сколько время? Добегусь я. 16.16? Ясно. Мы идем к своей полянке. Вот. 16.16. По лесу здесь. Ой, хоть можно дышать. Наконец-то здесь хоть меньше людей. Всем привет. Фискульт привет. Фискульт. Даже Олег сегодня с нами вышел. В такие дни ему некогда. Вон, смотрите. Зелень. Но он не доволен лесом. Олег, доволен лесом или нет? Дышится не очень так. Дышится как-то... Как возле города, да? Ну да, они это не чувствуют. Запаха нет. Ну дождя нет. Невесные здесь не чувствуют. Ну сухой лес, потому что... Да. Если бы, может, дождь прошел бы. Мало фитонцидов, да? Может, нос положил. Что, уже? А, нос. Ну да, вроде как уже хвою и начинает пахнуть. Какой запах? Ну сейчас дальше зайдем на полянку, скажешь. Может, почувствуешь. Обычно цветовый, запах цветового, зелени. А тут нет ничего запаха. Пока что-то нет. Не чувствуется весной. Ага, зато он любит кругом. Вездесущие люди. Такие, как мы. Кому хочется тебе дома? Такую погоду, да? Солнечную. Солнышко там пробивается. Что? Не слышно, что ты говоришь? Да, слышно. Людей, говорит, как по проспекту гуляют. Ага. Городской улице. Точечно, смотри. Олег, мы обычно так все. Мы идем и делаем назад. Мы сегодня цветы туда холостяем. Точно. Раньше хоть меньше людей, говорю, встречали. А сейчас еще больше людей встречаем, чем раньше. Возле бетонного забора мы ни разу ни одного человека не встречали. Сегодня уже идут. Здесь еще больше людей. Ага. Все в лес. Все в лес. Думаешь, что здесь меньше народа, а здесь наоборот. Мама, я так одинока. А вокруг люди и люди. А вот, смотри, целой компанией сидят. Ну, молодежь, ребята, человек шерстная. О, подходим к нашей полянке. Шишки валяются. А они что-то шашлыки, что ли, ребята делают. Здесь полянка, Олег. Мы обычно здесь делаем зарядку. И обычно никого здесь нет. А сейчас все люди узнали наше секретное место. Вот турники. Олег, смотри. Канат. Здесь разминаемся мы. Ага. Так, что ты трогаешь-то? Не трогали руками. Ну, да. Так, где деджинфекция? А вот там уже вот зоопаркали. Рядом. Туда дальше, ребята. Туда дальше. Переживать. Чтобы переживать, да. Ну, я не знаю. Люди сейчас очень многие как-то так переживают по поводу карантина. И это понятно. И мы переживаем. Тяжело, напряженно, да. И как-то так финансово боимся быть очень уязвимыми. Ну, дело в том, что мы, например, да, мы в этот раз пролетели хорошо. У нас всегда весна. Это наш бизнес. Это наш сезон. Это наш как раз-таки мы. И все. И у нас в этот раз сезон в полном провале. И что делать? Нам что теперь? Сидеть и печалиться? Да нет. Мы, например, думаем. Значит, надо думать что-то, чтобы не только весна была для нас. Была для нас таким вот урожайным, финансовым. Нам надо уже теперь думать тогда и о лете, о осени как-то. Значит, будем думать. Так жили себе комфортно, да? Да. А теперь уже надо... Хорошо, поработав три месяца, мы всегда... Ой, что-то там, видишь? Наверное, бензопилой что-то пили? Бензопилой, да. Что-то мужчины, да. Ага. Что-то они или чистят, что ли. Что-то такое непонятное. Да вообще, я говорю, для каждого человека сейчас это время как раз-таки начинать думать. И уже нет отговорки. Вот мне некогда, мне надо анализировать, думать, собирать информацию для того, чтобы как-то идти вперед. Вот столько дней прошло, да. Развиваться дальше, да. А сейчас понимаешь, что только, оказывается, лень людей держит. Лень. Больше ничего уже. Любые... Чем бы человек хотел заниматься? Он должен, прежде всего, определить свои желания, свои возможности. Возможности большие у каждого человека. Единственное, что человек должен сейчас что-то делать. С утра вставать и в том направлении, в котором он хочет себя развивать, хочет улучшить свои финансовые положения, в этом направлении что-то делать. Тем более сейчас море информации по интернету, море. Только сиди, работай, делай. Занимайся собой, если хочется свое тело привести в порядок. Занимайся английским. Ну вот, все. Единственное, что лень. Оказывается, только лень мешает. Девять дней прошло, можно было несколько слов английского, девять слов выучить. Больше ничего, только лень. Потому что все другие отговорки, оказывается, ну, они... Уже сейчас они не работают. Вот я не мог, у меня работа, у меня то, у меня сё. Нет. Только собственная лень. Если мы встаем и не начинаем действовать, хотя бы какие-то шажки начинать действовать в направлении каких-то своих, своего роста, своего... Вот что он хотел. Вот я бы что-то вот начал и в интернете там что-то или вообще, но я вот у меня нет сейчас времени. Сейчас время как раз-таки для развития своего просто, просто замечательное. Оно даёт возможности людям, это время даёт возможность людям идти дальше, не стоять на месте. Только тот, кто останавливается, говорит, в даоцизме есть такое выражение, тот, кто останавливается, тот уже дальше не живёт. Ну, так правильно. Надо идти дальше, жить и двигаться, двигаться, двигаться. В любом направлении. Олег слушает внимательно. Стою слушаю, да. Люба раскрутит всегда. Что ты, Олег, делал за эти 9 дней? Я вот ношусь к этой рыкоте, который ленился. Я накапливал жирок, чтобы не склеить ласты. Нет, Олег тоже всё время думает, сейчас они думают, что, чем, как идти дальше, что делать, чтобы вот у нас, чтобы мы могли наверстать всё то, что мы, вот сейчас у нас упущено. Потому что мы уже вложили все свои деньги в семена, мы вложили вот всё, что мы думали, вот сейчас, конец марта, апреля, это у нас всегда. Вот такое время, когда мы могли всё это сделать такой оборот, что потом, в принципе, нам легче было финансово. Ну, сейчас, видите, всё, полный провал. Ну, значит, нам идти дальше и развиваться дальше в другом направлении. В каком пока думаем? Думаем, варианты разные. У тебя нет вариантов. Ну, всё равно предлагали разные варианты. Но нас они пока не устраивают, да? Пока сейчас пережить эпидемию. А так, так что, пока ничего не помню, просто проблема в том, что нету готовых вариантов. Всё же, надо искать методом проб. А так, инструкции, что поэтапно, пока нету. Найдём инструкцию, расскажем. Так ещё, знаешь, до конца апреля сколько времени у нас думать? Да что ж такое здесь? То бензин, то... Смотри. Да не говори. Пришли в лес одни, называется. Да, это мы решили в тишине погулять. Ага. Костёр зачем-то развил. Тут бензопила. Здесь мотоциклист. Мы не идём до зоопарка, не идём? Да, нет. Следующий заход будет. Ясно. Вот двое мужчин решили что-то делать. Да. Сегодня наша первая вылазка в лес. Неудачная получилась. Ну ничего, главное прошлись. Тамара, а ты так вот говоришь. А ты бы могла какой-то бизнес сейчас начать? Тамара. Ну уже в таком возрасте, что не хочется. Любой бизнес, любое дело своё. Скажем, не бизнес, а дело, да? Да. Любое своё дело... Ну что, которое приносило тебе доход. Любое дело требует времени. А уже в моём возрасте вот этого времени... Так никаких отговорок, Тамара. Никаких отговорок. Раз ты так говоришь людям. Давай начни, покажи людям, что ты можешь с нуля что-то организовывать. Вот за это время. Тебе даётся время. За апрель. А я это всё буду снимать. Как Тамара будет организовывать бизнес? Лень. Лень. 60 лет? Ну вообще я лучше могу говорить. Вот вы бы могли тем, тем, тем. Вы бы могли за ясно... Направлять людей, да? Находить людям бизнесы, да? А сама? Ой, не знаю. Ты знаешь, так не хочется этих проблем. Всегда начало бизнеса, это всегда проблема? Ну ничего, вот сейчас закончится карантин и давай. С Тамарой. Зрители, а ну напишите. Хотите ли вы такие видео увидеть, как Тамара раскручивает бизнес? Ну пусть тогда уже подсказывает, как и в бизнесе. Ну так, делом своим, который был в лесу. Но это легко вот кому-то подсказывать. Но это так вообще не работает. Это надо, чтобы у человека лежала к этому душа. Просто варианты, если они подскажут варианты, а что-то мне будет интересно... Выбрать. Ну может быть, давайте, папа... Хотя я не хочу, Люба, поддаваться на такие дровотапсы. Да, конечно. Начинаем. Ребята, девчата, а ну поднадушьтесь. Попросите очень Тамару. Ставьте лайки, посмотрим, сколько лайков будет. Лайк, слышишь? Сколько лайков будет. И тогда мы упросим Тамару. Я знаю вообще-то, Тамара, знаешь, кем бы ты могла быть? Ты бы очень хорошим экскурсоводом, гидом была бы по Киеву. Просто вот экскурсовод. Ты бы могла такие экскурсии замечательные делать. Ну памяти нет. Памяти нет, да? Я много уже забываю. Так, ну ничего. Если что-то интересное почитала, а уже все равно... Хотя, вот мне это по душе вообще. Так, пришли. Сейчас, пришли на перекрёсток дорог. Что? Мини-поляна. Тут нет никого, можно. Да, здесь мини-поляна, никого нет. Олег, а ты не хочешь бизнес? Новый какой-то. А мы за тобой будем следить. Значит, ты нам будешь показать, как ты его развиваешь. Уже открыли один бизнес. Да. Закрыли пока. Пока закрыли. Вот неудачно, да, открылись. Ну ладно. Как везёт, блин. Ну ничего, в жизни всякое бывает. Вон люди тоже с собачкой. Ну и да, скоро уже скоро все зелье появится. И будет чувствоваться весна. Пока действительно что-то не очень, да? Ага. Ну самое главное, птички не поют. Ну птички, наверное, с утра начинают пить. Обычно, в любое время. А я думала, уже буйно лес начинает пить. Или нет. Ну вы. Буйства не вижу. Всё-таки ночами холодно, поэтому ещё. Да. Сделали маленький такой кружочек. И идём. И жарковато. Сегодня плюс 15, да? Плюс 15? Сейчас я посмотрю. Сколько? 16. Плюс 16, да. Сюда в лес даже машинами заезжают. Ага, там белое, вон там чёрное. Вот посмотрите, что значит мало людей. Карантин у людей. От озера. И с этой стороны тоже ведь. Кто машинами приезжает. Сейчас сделаю крупнее. Смотрите. Полиция едет. Интересно, скажет что-нибудь или нет людям. Медленно-медленно едет. Там ничего не говорит. Инстатур. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, мне кажется, прогуляться можно, но сидеть вот так вот в наше время, мне кажется, нельзя Смотрите, на скамейках сидят часами А кто-то даже вон столы накрывает, сидит Ой, смотрите, форзиция начала расцветать А возле дома форзиция, как бонсай, посмотрите, как маленькое деревце Вот еще нарциссы уже расцветают Чувствуется, чувствуется уже дыхание весны Смотрите